Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Беларуси наука пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства. Ну и требования очень серьезные. Я убежден, ученым в Беларуси стать сложно. Просто так ученым ты не станешь. А если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По крайней мере, за деньги, как это было много-много лет назад, я зацепил эти времена. Вряд ли это возможно. Наши отечественные ученые активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. Эта высокая миссия требует от каждого из вас большой самоотдачи, ответственности за принимаемые решения. Именно наука и современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового 21 века. Сегодня, как никогда, жизненно важно войти и закрепиться в группе стран разработчиков-производителей высокотехнологичной и наукоемкой продукции. У нас есть все основания для успешного движения в данном направлении. Сегодня в зале собрались 18 человек. Каждый из них досягнул высшень у своей сферы. Это наиновшие медицинские и техничные распроцовки, доследования уголения педагогики, открытия в будавництве и машинобудовании. В целом, науковую супольность Беларуси пополнили коля 400 суискальников. Цекавость до беларуской науковой школы проявляют замежные грамадяне. Сырот уладальников науковых ступенев – 44 иншаземцы из 10 держав. До темы науковых досягнений у региона мы еще вернемся, а зараз до инших подзеек этого дня. Рост экспорту товару без уліку нафты, послух и промых замежных инвестиций. Сегодня на посяжение Белваканкама подвели выники социально-экономичного развития региона за минулый год и обмерковали задачи на 2020. В целом, господарший комплекс спрацовал достойно. Але узровень неволового регионального продукту застался на позициях 2018 года. На гэта поплывали у семядомые проблемы с брудной нафтой. Яна не дала нарастить объемы паяе перапамповцы. За гэтага низусимы повнена спрацовал Мазырский нафтоперапрацовщий завод. Выники его работы оказались нижайшими, чем у 2018. Были проблемы и у сельской господарцы. Незадовольняющие показчики у гэтага ліне обумовлены объективными климатичными причинами, а докладні протяглой засухой. Что до становших показчиков, объем промысловой вытворчости склался на узровне 101%. Добрые выники и у будовников. Объем будовни шамотажных работ летось 112%. Выниковым оказался год и по протягнении инвестиций 115%. Отрымалося так само нарастить экспорт. По выниках 11 месяцев по товарах енсклау 120%. По послугах 110%. На карте поставок заявилися 9 новых краин. В основном это полношная Африка и Близкий Усход. У сего на экспортной карте региона зараз свыше 100 держав. Сработали и как частные организации с темпом 120% по всему спектру своих товаров. Так и наша мясомолочная компания, которая переориентировавшись на рынки, отличные от российских, также начала показывать результат первой поставки в Узбекистан. В частности задач поставленных правительством по экспорту в Китайскую Народную Республику, Гомельская область, уже по 11 месяцам выполнила задачи. Это 18 миллионов долларов по товарам и 4,5 миллиона долларов услуг было оказано китайской стороне. Затрапное слово и яркий фотокадр. По час сегодняшнего посяжения прошло так само урушение литературных премий имя Кириллы Туровского. Решение поддерживать талиновитых авторов было принято Гомельским облвыконкамом 7 годов тому. За этот час лауреатами премий стали 34 майстры мастатского слова из нашего региона. Лепших вызначаются в шести номинациях. Сегодня пять наших земляков отримали не только грошовые премии, но и мягчимость выдания своих творов. Заслуженный узнагородный старшин облвыконкам Енат Соловей уручил Олени Матвиенко, Михаилу Ковалеву, Софии Шах, Вользе Раушенка и Вользе Остапенко. Финалом мурашистости устало урушение гоноровой грамоты облвыконкама фотокорреспонденту белорусского телеграфного агентства Сергею Холодилину, экибесмен на працуя на этой посаде уже 30 годов. В планах сделать большую выставку о нематериальном культурном наследии нашей области. Это, скажем, ткачество, это чирочки, все гуганье весны и другие обряды, которые исчезают. И через 10 лет, возможно, их вытянут только по книгам изучать. Протягнулись урочистости у Гомельской областной библиотеки имя Ленина. Минавито тут пройшла презентация друкованных виданий у лауреата у литературной премии имя Кирилы Туровского. На мероприемстве побывала наша здымочная группа. Евгения Кухаронак с федеробязностями. За час иснования премии конкурсная комиссия прочитала и оценила коля 400 творов. Только все лета свои работы на суискание премии и конкурс дослали коля 50 опытных и начинающих литераторов. Уникальность этого регионального споборництва заключается в том, что претенденты представляют на суд комиссии рукописи своих творов. А вот у знагороды уже идет бесплатное для авторов друкование. Для того ж, половая тиража каждого из виданий отправляется по публичных библиотеках региона, а другая дорится автору. Конкурсная комиссия была очень тяжко работать, потому что у каждой из номинаций можно было трое-четыре письменникам сразу признавать их лауреатами. Но по условиям премия должна быть одна. И разумела, что конкурсной комиссии по часам меркования, голосования, думки были разные, выказаны. Але демократизм у оценки был захован однозначно. И большинство голосов перемог той, кто перемог. Цекаво отзначит, что трое из пяти лауреатов представили на конкурс поэзию. Творы двух авторов написаны на белорусской мове. Ось разом и кожны по особку смогли сдевить своих опытных коллег, которые выходили в конкурсную комиссию. Другая справа – номинация «Открытие года». У нее поборничали начинающие ауторы. Зачапили журы верши гомельской журналистки Вольги Остапенко. В золотой темноте неустанно все кружит январь, и причудливый снег перемешан со звездовой гарью, потому и боюсь, что когда-нибудь это вот гарь, купола Соловецкий, черное накроет вуалей. Вольга Остапенко мая заплячима одно надрукованное выдание. Книгу верши она выпустила 9 лет тому. За это великий перепына, кой она запасилася немало поэтичных родков, объединенных темой любови. Это поэзия. Поэзия любви во всех ее проявлениях. Это и природа, это и жизнь, это красота нашей земли. То есть это мой путь, мой собственный путь, который я ищу, по которому я прохожу, пытаясь найти истину, пытаясь найти себя, свое место в этой жизни. Кожному аутору удалося по-своему представить книги. Некоторые распавел интересные моменты творения и написания творов, другие со сцены прочитали любимые верши. Воголе презентации литературных новинок Гомельской области, оцененных так высоко, пройшла на таким же уровне. И организаторы конкурса, и лауреаты спадяются, что эти книги выкликают интерес к читанию молодого поколения и смогут сдевить до свечных аматеров мастацкого слова. Темчасом уже в лютом будет объявлен новый конкурс на искание премии имя Кирла Туровского за 2020 год. Евгения Кухаронак, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Навуковые распроцовки у Денни. Сегодня в Гомельском техническом университете имя Сухого представили самые интересные проекты. Мероприемство просвятили на доходящему святу белорусской науки. За пошленными достигнениями ознайомился Дмитрий Котов. На специальной выставке представлены работы переважно молодых ученых. На керунке самые разные – энергетика, машинобудование, металлургия, медицина. Самое важное, что все науковые распроцовки различены на практичное применение. До приклада выкладчик ГТТУ, доцент факультета автоматизованных и информационных систем Владимир Камраков представил завершенный проект, заказчиком якого выступил Центр радиоцинной медицины и экологии человека. Разом с науковыми партнерами он створил программное забеспечение для выявления патологий сшитоподобной залозы. Зараз распроцовка находится на стадии укоронения. Мы пишем специальное программное обеспечение, которое основано на нейронных сетях. Эти искусственные нейронные сети анализируют изображения, полученные с помощью специального оборудования, специальных микроскопов и очень быстро дают ответ о том, что нужно оперативное вмешательство и где или не нужно. Еще один проект на этот раз у коллаборации с областной больницей у стадии реализации. Новая программа станет помощником урачам при доследовании позвоночника. Увагу ли попыт на науковые распроцовки университета и мясохого с кожным годом повеличивается. Летость были завершены 50 проектов, причем заказчиками выступают не только белорусские организации. География у нас расширяется. Мы на сегодняшний день работаем с Российской Федерацией, мы работаем с Польшей, мы работаем с Украиной. Поэтому наши соседи, то есть круг наших задач, которые возникают на сегодняшний день, он больше распространяется, в том числе и на ближние дальние зарубежья. С нагодой на доходящего свято белорусской науки отбился так само врачистый сход. Лепшие науковцы означены дипломами и узнагородами. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Аберации святла. У картинной галереи Гаури Лавашенко открылась экспозиция белорусской авангардистки Валентины Ляхович. Этот проект архтовался специально для экспозиции у Гомели. Валентина Ляхович прошла велизный шлях от реалистичной школы до абстракции. Яна працует с великими форматами и просторой, створяя объемные инсталляции и скульптуры с выкорыстанием святла. При этом материалам для ее скульптур может служить навод сметти. А кроме виртуозного володания колером и формой, Масташка уводит у работы святло розного спектра – отзвышанных лямпов до ультрафиолетов. Гульня колеру и формы с получением яркого и деликатного, абстрактного и фигуративного – те инструменты, которые дарят глядачам целую гамму почутцев. При этом картины и скульптуры успремаются по-разному, в зависимости от осветления. Посвятила эту работу и переназвание пошло в сторону света. И у меня уже появилась надежда на то, что мир может спастись. Наши дети, внуки и правнуки, они будут другими, лучше нас. Значит, это уже хорошо. Убачить авангардные работы Валентины Ляхович в галереи Гаурей-Лавашенке можно до 16 лютого. Ветрано и до 3 градусов тепла, будя в регионе, в пятницу 24-го студеня. За мощного ветру обвешено штормовое попереджение. У многих районах в области и в городе Гомеле чекается мощный ветер порывами до 15-18 метров за секунду. Часом махчим и мокрый снег. На выходных таки характер надворье захавается. Слупок термометра не опустится ниже за нуль на вату ночи. В день будет от 1 до 4 градусов тепла. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.cvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Гамельчанина, который убил приятеля ударом в лицо, приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Также он должен выплатить родному брату потерпевшего 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Напомним, инцидент произошел 14 сентября прошлого года в областном центре. 42-летний хозяин дома по улице Циолковского, ранее судимый за совершение хулиганства и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, пригласил в гости приятеля, 39-летнего гамельчанина. После совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Хозяин дома ударил гостя кулаком в лицо. Тот упал и больше не поднимался. В ходе разбирательства выяснилось, что гостю были нанесены множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От травм мужчина умер на месте происшествия. В Лоевском районе произошло лобовое столкновение. 28-летняя девушка-водитель Форда Мондео при осуществлении обгона попутно двигавшегося грузовика выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Ауди А4, которым управлял 43-летний мужчина. После столкновения обе машины отправились в Кювет. В результате ДТП девушку с травмами госпитализировали. Проехал более 100 километров и совершил серию краж из автомобилей. Оперативники задержали ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Жлобинского района, который похищал запчасти машин. При обыске его дома обнаружили часть украденного. Как пояснил мужчина, он приехал в Чечерск провести обмен транспортом с местным жителем. Когда сделка не состоялась, он решился на преступление, чтобы окупить неблизкий путь. Ночью вскрывал замки водительских дверей и похищал аккумуляторы, магнитолы, карты памяти, динамики и инструменты из багажников. Возбуждено уголовное дело. На пожаре в городе Василевич Речевского района работники МЧС спасли хозяина квартиры. Когда спасатели прибыли на место, балкон на втором этаже горел открытым пламенем. При проведении разведки на кровати был обнаружен и спасен хозяин квартиры. Его госпитализировали. В результате пожара повреждено имущество и балконная рама. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Гомельская пограничная группа информирует о проведении стрельб. 24 и с 27 по 31 января с 10 до 18 на стрельбище Борщевка войсковой части 1242 будут проводить боевые стрельбы и стрелкового оружия. Во избежание несчастных случаев не следует приближаться к стрельбищу, которое находится в районе населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Также запрещено заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающие к району стрельбища. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к элитному раунду Чемпионата мира 2020 года. Мини-турнир пройдет в Португалии с 30 января по 2 февраля. Соперники нашей команды по квартету «Эй Хозяева», а также дружины Италии и Финляндии. Следующий раунд пройдет победитель группы. Тренерский штаб национальной команды вызвал на учебно-тренировочный сбор 15 игроков, представляющих 4 клуба. Самое большое представительство у столицы – 6 игроков. 4 у Аршанского Витена. Гомельская БЧ делегировала в нацкоманду трех игроков – галкипера Владимира Стремилова и полевых Василия Жарикова и Дениса Колба. В РЗ представляет Антон Матвиенко и Владислав Селюк. Мозерская славя крупно обыграла Речицкий спутник в товарищеском поединке. Предсезонный спарринг проходил в Гомельском футбольном манеже. Представитель элиты отправил в ворота Речицкой дружины четыре безответных мяча. Все голы были забиты в концовке второго тайма. Для полишуков это первый предсезонный спарринг. 2 февраля также в Гомельском манеже мазыряне сыграют с местным локомотивом. Спутник стартовал в предсезонке с поражения Черниговской Десны 0-5. 25 января также в Гомеле предстоит поединок с Белшиной. Гомельская ездюшор профсоюзов СОЖ заняла третье место по итогам республиканской спартакиады детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. В соревнованиях, которые проходили в Гомеле, принимали участие спортсмены в возрасте 13 и 15 лет. В числе лучших спортсменов спартакиады Артур Артеменко. Гомельчанин победил в секторе для толкания ядра. Также на высшую ступень пьедестала почета поднимались Антон Зайцев в прыжках в высоту и Павел Белкин в прыжках в шестом. Также на счету атлетов из Гомельской области 7 серебряных и 8 бронзовых наград. В командном зачете победила команда Брестской областной центральной ездюшор. На втором месте ездюшор «Буревестник-73» из Витебской области замкнула тройку сильнейших сборная Гомельской ездюшор профсоюзов СОЖ. Гомельский областной цор по легкой атлетике занял в итоговом протоколе шестое место. Доброжская и Дю США – 14-е. Всего же в спартакиаде приняла участие 21 команда. В Гомеле в спортивном клубе «Гомсельмаш» сегодня прошло первенство области. Под жюдо соревновались юноши и девушки до 18 лет. Региональное первенство – это отборно-республиканский турнир, который 31 января и 1 февраля пройдет в Минске. Сборная Гомельской области отправится в столицу в ранге победителя прошлогоднего первенства страны в этой возрастной категории. В 2020-м гомельчане также рассчитывают на самые высокие места. Мы рассчитываем на то, что эти ребята нас не подведут и отборятся достойно. У нас в этом возрасте представлены спортсмены очень массово. Так что мы вправе рассчитывать на очень высокие призовые места на первенстве республики. Стимулов для успешного выступления много, в том числе и пример старших товарищей. Пять дней назад юниорская сборная области вернулась из Могилева, где победила в первенстве страны. Прогресс, который наметился в развитии дзюдо в нашем регионе в последние годы налицо. Новых чемпионов есть основания верить, осталось ждать недолго. Для этого есть все предпосылки. И традиции, заложенные Игорем Макаровым, Сергеем Кухаренко, Сергеем Шундиковым и другими прославленными атлетами, будут приумножаться. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.